Девушки отдыхают Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Отражение». Мы расскажем вам о главных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. Сегодня в выпуске. В последнее воскресенье июля в России отмечают День военно-морского флота. В вооруженных силах Российской Федерации завершилась призывная кампания «Весна-2012». Морские пехотинцы Черноморского флота России дали воинскую клятву на верность народу и Отечеству. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. Традиционно в последнее воскресенье июля в России отмечают День военно-морского флота. Празднику более 70 лет. Его можно по праву назвать самым любимым и всенародным. Миллионы россиян и жителей постсоветского пространства прошли службу на боевых кораблях, морской авиации и морской пехоте, в береговых ракетных частях. Об истории флота и праздника и о том, как к нему готовились черноморцы – наш репортаж. Официальным началом истории российского флота считают 1696 год, когда решением Боярской думы было законодательно определено его создание. Петр I и его сподвижники прекрасно понимали, что только флот поможет государству сделать новый шаг в развитии. В конце 17 века на верфях Воронежского адмиралтейства были построены первые корабли, а к весне 1700 года на воду спустили 113 грибных и 40 парусных судов. Сегодня военно-морской флот Российской Федерации включает пять оперативно-стратегических объединений – Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеанский флот, а также Каспийскую флотилию. В состав ВМФ входят надводные и подводные силы, морская авиация, береговые войска, суда и корабли, части специального назначения и подразделения тыла. Военно-морскому флоту России уже более 300 лет, однако праздник День ВМФ стали отмечать относительно недавно. Он был учрежден 22 июня 1939 года постановлением правительства СССР и с тех пор отмечается в последнее воскресенье июля. Для севастопольцев День ВМФ – самый любимый праздник. Практически каждый пятый житель нашего города так или иначе связан с флотом. В этом году севастопольцев ждет подарок. В городе-герое пройдет совместный военно-морской парад кораблей Черноморского флота Российской Федерации и военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Подобный в Севастополе последний раз проводился в 2005 году. Мы в едином строю перед многотысячным Севастополем и гостями города не проходили очень давно. Поэтому мы старались подготовиться, старались, чтобы это было красивым, старались продемонстрировать нашу морскую выучку и единый строй, единый дух, единый порыв, дружбу и братство наших флотов. Торжества в честь Дня флота двух стран пройдут в акватории Севастопольской бухты. В первой парадной линии займут места корабли Черноморского флота России, флагман гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль «Ладный», а также фрегат военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Гетман Сагайдачный» и судно управления «Славутич». В военно-спортивном празднике предусмотрен показ 15 эпизодов, включающих действия сил по предназначению, театрализованное представление и историческую часть. С Днем флота всех вас поздравляю! Примите мой морской привет! Здоровья, счастья вам желаю! И жизни сладой много лет! В сценарии водно-спортивного представления этот эпизод называется «33 богатыря». Из морской пучины выходит стража Нептуна. Его верное воинство во главе с Черномором. Здравствуйте, богатыри! Здравия желаю, Владыкова! Богатыри, как в сказке о царе Салтане. Все красавцы удалые, все равны, как на подбор. В честь друзей и в честь гостей тронекратный наш союз! В роли охраны-владыки Марии Океанов водолазы 17-й военно-морской школы младших специалистов Черноморского флота. Сразу после выпускных экзаменов они приступили к тренировкам. В этом году получилось две недели мы занимались у себя на полигоне на меньшей глубине. И сейчас мы по постановке понтона перебыли сюда. И не теряем ни одного дня тренировок. Начальник учебного водолазного полигона школы Александр Осипов, опытный специалист с почти 20-летним стажем. Провел под водой более 3000 часов. Сегодня он контролирует весь процесс тренировок, но в особенности его подводную часть. В момент выхода водолаза из воды аппарат тяжелый, внутри еще вода, она не вся вышла. То есть вот этот момент самый тяжелый для ребят. И, конечно, они сбиваются с ног и иногда не в ногу выходят. А зрителям нужен же зрелищный эпизод. А этого мы и добиваемся. Зрелищно, красиво. Значит, четко и слаженно выполняет движение. В ногу подняться по трапу, одновременно всей шеренгой шагнуть на понтон. Самое сложное, наверное, подъем. Синхронность сделать. Потому что, когда в аппаратах идешь, видно только вперед. С боков не видно. Поэтому главное понимать друг друга, своих партнеров, которые идут с собой в шеренге. Чувствовать их и выйти синхронно. Для Решата Резванова за пять месяцев пребывания в школе это уже второй парад. Он шел в строю по центру города на День Победы. Решат называет это настоящим везением. Как, впрочем, и то, что попал служить на Черноморский флот. Я узнал, что есть такая школа в России. Он приехал сюда. Был крайне удивлен. Я сначала хотел в корабль попасть, как мой отец в свои три года служил. Но я очень хотел в Черноморский флот. Я в своем участии попал сюда. Тем более попал водолазом, которым я даже не мечтал попасть. Участвовать в празднике почетно. К тому же это как еще один экзамен мастерства. По этому работу ребят проверяет начальник школы Евгений Клинков. Кстати, в прошлом сам Черномор со стажем. Нормально самочувствие? Работать готовы? Зрители с трибун видят только то, что происходит на понтоне. Выход морских воинов и их приветствие. Подводная часть эпизода скрыта от глаз. Там натянут трос. Поэтому трос мы спускаем. Мы спускаемся по нему и идем. Потом сидим и ждем команды подниматься. У нас определенные есть сигналы. Это три удара по трапу. И вот после трех ударов мы начинаем подниматься. Ярослав Кныш сегодня уверенно чувствует себя под водой. Совсем не так, говорит, как в первый свой спуск. Было волнение, небольшой страх. Но прошел после того, как я погрузился под воду. Больше всего испугало, что первый раз замкнутое пространство внутри этого костюма. Дыхание очень тяжело было. Непривычно. Это не тот воздух, который мы здесь дышим. Современные богатыри теперь носят другую одежду. Нет чешуи, которая как жар горит. Зато есть специальное снаряжение. Костюм мокрого типа. Он весь в обтяжку идет к телу. В нем, если без аппарата, в нем вообще не потонешь. То есть можно на воде держаться там сутками. В арсенале подводной стражи не меч и булава, а автомат Калашникова. Чтобы отсылетовать Нептуну и гостям, ребята тоже упорно тренируются. Участие в празднике – это не только честь, но и большая ответственность для курсантов школы. Поэтому они тренируются пять раз в неделю, несколько часов в день, невзирая на жару. Ребята уже выпускники, имеют квалификацию водолаз и сразу после праздника продолжат службу на Черноморском флоте. После завершения парада кораблей и водно-спортивного шоу на центральной площади города выступят звезды российской и украинской эстрады. Вечером с кораблей и береговых батарей будет дан красочный салют и фейерверк. Не так давно исполнилось 102 года со дня рождения выдающегося флотоводца, народного комиссара ВМФ Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Он руководил флотом СССР в периоды восстановления и важнейших испытаний. Разработанная Кузнецовым система боевой готовности помогла советскому ВМФ выстоять в день нападения фашистской Германии. Благодаря ему большое внимание уделялось технологическому перевооружению флота, в частности развитию авианосцев. В новейшей истории роль Кузнецова его дела несколько раз превозносились и оценивались как величайший вклад в развитие и становление флота. Его награждали высшими наградами и назначали на высочайшие должности. При этом адмирал пережил две опалы и незаслуженные обвинения к левету суды и забвений. Нельзя забыть все то, сделанное этим незаурядным человеком, великолепным стратегом и тактиком в созидании флота, который при нем шел к апогею своей мощи в период Советского Союза. Карьера Николая Герасимовича началась на кораблях Черноморского флота. Интересно, что уже после Академии перспективному офицеру предложили штабную работу. Он попросился на корабль, отказавшись от командирской должности, считая, что недостаточно готов к ней. В возрасте всего 30 лет он принял флагманский корабль «Червона Украина». Крейсер завоевал звание лучшего, а молодой командир был награжден орденом Красной Звезды. Более командовать кораблями ему не довелось. В августе 1936 года Кузнецова назначили военно-морским атташе в Испании. Позднее он выступал в роли советника, учил испанских моряков морскому и военному делу, взяв псевдоним «Дон Николас Лепанта». Кузнецов командовал Тихоокеанским флотом, был наркомом ВМФ. Кстати, именно он распорядился воссоздать на кораблях каюк-компании. Принял конкретные меры к совершенствованию работы уже действовавших учебных заведений. Ему досталась нелегкая нож о подготовке к войне с Германией, которую он считал неизбежной, и руководство флотом в ее ходе. Нарком Кузнецов ввел в действие систему трех степеней оперативной готовности флота. Все эти меры позволили ВМФ СССР встретить нападение врага во всеоружии. Николай Герасимович участвовал в Ялтинской и Поздамской конференциях в главправительстве в 1945 году. В период войны с Японией был заместителем маршала Василевского и координировал действия Тихоокеанского флота и Амурской флотилии с сухопутными войсками. Удостоен звания Героя Советского Союза. Николаю Герасимовичу пришлось восстанавливать флот и его базы после войны. Он старался создать сбалансированный ВМФ с применением современных видов оружия и техники, атомных двигателей, электроники и автоматики. При нем на кораблях и берегу появились первые ракетные комплексы. Строили первую атомную подводную лодку. Он пережил сначала сталинскую опалу, затем хрущевскую. Высокое звание ему вернули лишь через 12 лет после смерти. Скончался Кузнецов в возрасте 70 лет, оставив мемуары, на которых выросло не одно поколение военных моряков. Именем Николая Герасимовича Кузнецова названы военно-морская академия в Санкт-Петербурге и авианесущий крейсер Северного флота. В Котласе есть улицы имени адмирала Кузнецова. Все это малая часть памяти человека, который сделал так много для страны и флота. В вооруженных силах Российской Федерации завершилась призывная кампания «Весна-2012». На Черноморский флот новобранцы прибыли практически со всех регионов России. Одними из последних в Севастополь приехали ребята из Республики Татарстан. Вместе с призывниками на Черноморский флот прибыла Сария Сабурская, уполномоченная по правам человека в Республике Татарстан. Ее цель – познакомиться с бытовыми условиями в воинских частях и тем, как будет организован прием молодого пополнения. Мы смотрим условия службы, отношения командиров к нашим ребятам. Далее, есть ли какие-то проблемы в службе. Поэтому во время встреч мы, конечно, задаем эти вопросы. И отрадно, что сегодня, в последние годы, все меньше и меньше проблем. К призывникам из Татарстана на Черноморском флоте особое отношение. Командование не скрывает – ребята из Республики приезжают не просто с желанием. Они полностью подготовлены к прохождению военной службы. Ребятами из Татарстана мы очень довольны, как они служат. Это действительно флагман, можно сказать, в России, который вот так относится к депрессивной подготовке молодежи в службе в армии, на флоте. Мы всегда рады принимать ребят в рядах Черноморского флота. И самое главное, что чувствуется, что вот эта подготовка еще со школы, в учебных заведениях, она организована в муниципальных образованиях Республики на высоком уровне. И это неудивительно. Республика Татарстан уже несколько лет подряд становится лучшим регионом Российской Федерации по подготовке до призывной молодежи. Психологическая подготовка, физическая подготовка, моральная подготовка, которая должна вестись не только на уровне учреждения, предприятия и правительства, но и, самое главное, в семье, чтобы действительно родители готовили мальчиков к службе вооруженной силы. От этого зависит их будущее. В ходе своего визита Сырия Сабурская посетила военно-морскую школу младших специалистов и гвардейский ракетный крейсер «Москва», познакомилась с условиями жизни и службы черноморцев и встретилась с моряками, призванными из Республики Татарстан. Изменения в армии есть, они колоссальные. Изменения и в части службы, и в части создания условий для проживания, для службы, учебные классы. Сегодня очень многое переводится на аусортинг. Мы это видим в столовых, например, обслуживания, в банях обслуживания, даже уборка территории. И то сегодня переходит на аусортинг, что, естественно, положительно сказывается, что больше освобождается времени непосредственно на службу, на учебу. В период весенней призывной кампании из Республики Татарстан в Севастополь прибыло более 200 молодых матросов. Впереди их ждет сложный, но интересный год военной службы. Уже в ближайшие дни новобранцев распределят по кораблям и воинским частям Черноморского флота. Там они пройдут курс молодого бойца и примут военную присягу. Более 140 морских пехотинцев Черноморского флота России дали воинскую клятву на верность народу и Отечеству на территории музейного историко-мемориального комплекса героическим защитником Севастополя 35-я береговая батарея. Принимать присягу на мысе Херсонес у черных беретов стало уже традицией. Руководство музея пошло навстречу командованию соединения, выступившего с инициативой проведения этого важного воинского ритуала на земле священной для каждого севастопольца. В этом году вспоминали скорбную дату. В июле 1942-го советские войска оставили Севастополь. Десятки тысяч защитников в последние дни обороны сражались с врагом на мысе Херсонес в районе 35-й батареи. Они были расстреляны, умерли от ран, замучены, попали в плен, но не сломлены. Они остались верны единожды данной присяге. Сегодня, спустя 70 лет, перед пантеоном памяти воинскую клятву произносят их потомки. 144 клятвы сегодня прозвучало перед пантеоном памяти. В этом месте слова воинской присяги приобретают особое значение. Молодые защитники Розины клянутся в верности народу и Отечеству, склоняя голову перед беспримерным подвигом героев Великой Отечественной, многим из которых тогда в 1942-м тоже едва минуло 18. Я, Катаев Артем Сергеевич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, клянусь застойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народа и Отечества. Для каждого из этих вчерашних школьников и студентов сегодня особый день. Все волнуются, призывники, родители, которые приехали сюда за тысячи километров из разных уголков России, чтобы увидеть, как их дети и внуки становятся настоящими мужчинами, защитниками своей страны. Мария Ивановна Трухина приехала из Москвы к внуку Филиппу Днепрову. Слушая, как он произносит слова присяги, не могла сдержать слез. Я сама по натуре патриот, в общем дело, поэтому все это для меня, конечно, нужно, значит нужно. Филипп Днепров блестяще окончил Московский государственный лингвистический университет. Впереди молодого специалиста ждала перспективная работа. Однако, несмотря на возражения со стороны родных, сразу после вручения диплома подал документы в военкомат. Не вставал даже вопрос, зачем именно в армию идти. Военная кафедра была, но решил все равно идти в армию, причем именно в морскую пехоту. То есть у меня прям все прошло как по маслу. Я в военкомате уже знал, что попаду в Севастополь, соответственно, попал куда хотел. По итогам собеседования, которое проводилось с каждым призывником, абсолютно все они приняли решение служить самостоятельно. Более того, большинство стремилось попасть именно в морскую пехоту. Даже первый матрос хотел попасть в морскую пехоту, потому что и друзья его говорят, что они знали, что тяжело, что это ХБ, берцы, растертые ноги, скажем так, в поту, в грязи, скажем так, в жару, в холод. Но они хотели сами испытать себя. И, как правило, даже у нас есть москвичи, которые хотят, мы все это умеем, но не хочется провести себя как мужчину. Каждый второй матрос хочет. Я хочу узнать, насколько я мужчина как мужчина силен. В течение четырех недель вчерашние призывники постигали азы воинской службы. Научились готовить и содержать в порядке форму одежды. Выполняли стрельбы, прошли обкатку танками. Начали привыкать к дисциплине и распорядку дня. Кормят отлично, съедаем все. Люди выше 190 сантиметров попадают на док питания. Так что кормят еще лучше, чем некоторых. Ты на док питания. Так точно. Какой рост? Рост 2,02 у меня. Молодые матросы совершили с оружием в руках пятикилометровый марш-бросок. По мнению командования, они с честью выдержали все испытания, помогали друг другу. Так рождаются войсковое товарищество и настоящая мужская дружба. Так необходимые в службе и для успеха в бою. У нас в первый же день предупредили то, что нас ждет не детская прогулка какая-то в детском саду. На самом деле помогает очень коллектив, наш взвод, вся рота. Мы друг друга поддерживаем. На мажброске даже бывали случаи, что там людям плохо становилось. Несли, донесли до финиша всех. Ничего сложного на самом деле нет. Любые какие-то там полевые выходы у нас были, стрельбы, занятия по тактике. Бегали по окопам с автоматами в бронежилетах. Нагрузка больше идет не на тело, не на физическую силу, а на моральную. После того, как пришли с полевого выхода, уже умылись, второе дыхание открылось. И не чувствуется то, что мы весь день сегодня бегали, прыгали там. На самом деле ничего страшного нету, так что идите служить морской пехоты. Татьяна Нинючук – представитель комитета солдатских матерей Дона. Сегодня она приехала в Севастополь и как официальное лицо, и как мама. Из ее шестерых детей уже второй сын принимает присягу. Обычно считается, что комитет солдатских матерей выискивает какие-то недостатки с претензиями какими-то. Ну, абсолютно нет. Мы хотели бы знать, сколько наших земляков служит здесь, достойно ли они несут свою службу. Предлагаем шефские связи. Хотели бы узнать традиции. Хотели бы знать, готовят ли они к этим традициям мероприятия. Мы могли бы организовать поездку матерей этих ребят и посмотреть эти мероприятия. Могли бы им помочь в благоустройстве, например, территории или в ремонте чего-то там, что нужно. В отличие от многих родителей, Татьяна Нинючук совершенно спокойна. Сына Романа провожала в армию с легким сердцем. Именно поэтому отпустила со спокойнейшей душой. Потому что это самые элитные, самые лучшие войска. Матрос Роман Нинючук – выпускник технического колледжа. С самого детства подумывал о карьере военного. Однако принял решение учиться и работать. Нужно было помогать семье, матери с отцом. Только в этом году на семейном совете решили – пусть послужит. Служить в армии хотел очень. И сложного в этом ничего не вижу. Отдать долг родине – это честь для каждого. Настоятель храма святого Филиппа, митрополита московского, протеерей Вячеслав Костенко, благословил и поздравил морских пехотинцев. Напутствуя черных беретов, он отметил, что воин, принявший пересягу, верный в малом, верен и во многом. Тот, кто хранит верность своему даже маленькому коллективу, верен и всему воинству, верен и отечеству. Тем более, что клятва эта была произнесена перед живыми и памятью павших. 24 июля в Балаклавском районе Севастополя около Сапунгоры в хвойном лесу лесоохотничьего хозяйства возник пожар. Он охватил почти 9 гектаров территории. На борьбу с огненной стихией были привлечены 27 единиц техники и 166 человек. Подразделения МЧС, государственные пожарные охраны, работники лесного хозяйства, личный состав МВД и Черноморского флота. Пожар удалось остановить. Подробности в нашем следующем репортаже. Жителям и гостям города этот день запомнился невероятно горячим сильным ветром и высокой температурой воздуха, которая даже в тени превысила 40 градусов. К Крыму в этот день произошло 26 пожаров. О возгорании хвойного леса в районе Сапунгоры сигнал на пульт МЧС поступил к 14 часам. К этому времени пожар хозяйничал на территории более 2 гектаров, охватив труднодоступные склоны горы. Огонь распространялся и по верхушкам деревьев и стелился по хвойному настилу между ними. Сложность пожара была в том, что в этот день была сухая, жаркая погода, сильный ветер. Огонь распространялся очень быстро на большие территории. Благодаря слаженным действиям подразделений МЧС и служб, которые участвовали в тушении пожара, это Севастопольское лесничество, подразделения Черноморского флота, внутренние войска, подразделения МВД, пожар был остановлен. Оставшиеся небольшие очаги, не давая им разгореться, тушили местные жители, которые пришли на помощь пожарным. Они ведрами носили воду со своих дачных участков. Одним словом, со стихией сражались сообща, выступая против нее единым фронтом. Черноморцы отправили на помощь городу 4 расчета пожарных команд. Сегодня в Севастополе объявлен пятый класс пожарной опасности по погодным условиям. Это означает, что пожары возникают от любого источника огня и высоких температур. Стихия распространяется с большой скоростью и невероятной интенсивностью. Оттушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их развития. Сотрудники МЧС Украины в Севастополе обращаются к жителям города и его гостям с убедительной просьбой ограничить посещение лесов и придерживаться элементарных правил пожарной безопасности. Ведь незначительное возгорание может стать причиной возникновения масштабного пожара, привести к существенным материальным убыткам, а иногда и человеческим жертвам. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин